Дорогой Олег. Олег Больщиков, участник нашей школы и мой друг. И в свое время... Сколько лет назад мы тогда обучались? 30 лет назад. Во-во-во. 30 лет назад. Скажи, что за 30 лет... Ты пользовался методикой? Что ты делал? Ты же кого-то обучал других, проходил как специалист у нас, правильно? 30 лет назад, да? Ну, сколько? Если не 30, скажи, сколько? Я точно не помню. 91-й год, февраль, 30 лет. 30 лет. Ну да, но ты не изменился с тех пор. Вы тоже мало изменили. И студенты посидели немножко. Ну да, спасибо тебе. Значит, у тебя город Оренбург. Да, тогда я к вам приезжал из Орска. Это в нашей области город здоровья. А сейчас потом 2000-го переехал в Оренбург. Понятно. Расскажи, как там погода, во-первых, и во-вторых, чем ты занимаешься? И какие у тебя новшества по методике произошли? Чем ты хотел поделиться сегодня? Ну, погода-то у нас, наверное, потеплее, чем у вас. Сейчас у нас 20 градусов днем. Снег весь растаял. Льды все повстревались. Нормально. Занимаюсь я много лет. Мне вроде как хватало диплома медицинского и ваших свидетельств. А тут столкнулся с некими бюрократическими заморочками. Ну и пока была эта локдаун, пока мы в прошлом году, так сказать, по домам сидели, я еще получил образование клинического психолога дополнительно. Теперь вроде как с документами все нормально. А так занимаюсь много лет. Сначала больше получалось помогать другим, а сам, ну, логическое мышление, привычка контролировать себя, руководящая работа была там и так далее. И как-то тяжело. Но один раз столкнулся, а может не надо, а когда столкнулся с жизненным кризисом, ну, два дня мне понадобилось, чтобы вылезти из того, что мне плохо, к тому, чтобы вновь помогать другим. Так, вот для себя лично как ты это применяешь? Да вы знаете, уже на автомате. Ну, бывает, вот когда посмотрю ваши очередные лепезы или вебинары, я новые приемы использую, попробую, а так-то мне достаточно вдохнуть, так сказать, сказать, оно тебе надо, мне надо другое, и все. Понятно. У тебя такой навык, что ты сразу это получаешь. А вот это состояние, что это такое? Только вздохнул и получил. Это что? Что ты получил? Ну, то состояние, которое мне надо в данный момент. Ну, то есть, где-то там запсиховал, где-то там устал, где-то там расстроился. А пока я в этой каше варюсь, потом приходит мысль, оно мне надо? Нет, не надо. Надо, значит, вылезать. А что надо? Надо вот такое-такое. Ну, понятно, если спать надо спокойно, если в гости идти надо веселое, если работать надо сосредоточенно и так далее, и так далее. И дальше, ну, когда одного вдоха хватает, когда я все набегаю быстро, а иногда какое-то время на это трачу. Ваши приемы тестирую на себя. Расскажи, пожалуйста, Олег, вот ты сказал сейчас ключевое слово. Когда я вдруг поймаю себя на том, что оно мне надо, то я тогда могу сразу переключиться на то, что я хочу, да? Да. То есть, когда находишься в суете, в тревожности, в беспокойстве, когда нервничаешь, надо все-таки вспомнить, что ты это можешь, и тогда ты переключаешься. Ну, вектор внимания переключить. А я фактически так клиентам и говорю. Я говорю, первый вопрос, который вы должны себе задать, надо вам в том состоянии, который, ну, иногда хочется похандрить. Поваляться, похандрить, там, делать вещи, чтобы за тобой поухаживали, погода плохая, допустим, никуда не хочется. Ну, пожалуйста. Но если не надо, подумай о том, что надо. Понятно, вот это важный, действительно ключевой момент, потому что некоторые люди просто забывают, когда в стрессы попадают, они просто забывают, что они это могут. Потому что они там уже в этой задаче находятся, в этой беспокойстве, в суете находятся. А вспомнил, что ты это можешь, и инструмент у тебя уже есть. И ты раз, у тебя уже навык вздохнул, выдохнул, и ты там уже, в том состоянии, которое ты хочешь. Переключить. Только одна моя ученица там, она массажистка была, как-то к ней зашел, у нее смена заканчивается, там два пациента осталось. Она стоит такая устала-устала. Я говорю, что такое? Вот сейчас такая женщина была. Ну вот, бывают люди, после которых петь хочется. А это вот все силы на нее отдала, вообще без силы ноги погибались. А у меня еще двое. Я говорю, ну, их же нет сейчас за дверью. Нырни прям пять секунд, и восстанови. Они, я дома, я думаю, я тебе же дома скажешь опять некогда. Давай сейчас. Да вы знаете, пока вот вы напомнили, мне уже лучше. У меня тоже самое с Катей Головиной из Украины, которая мне помогает там текст транскрибировать, видео. Она избавилась от страхов, паник, там сначала скорые помощи были и так далее. Избавилась, и вот такой период отличный, когда у нее все хорошо. А потом она мне вдруг звонит. У меня опять трясет, у меня опять паника, что мне делать. Я говорю, ты же все умеешь. Как я все умею? Я говорю, ну, ты возьми и сделай, и перезвони мне через минуту. Она через минуту звонит. Да, все хорошо. Я говорю, что ж ты сама не додумала, что ты сама можешь? Вот это действительно ключевой момент, чтобы люди всегда помнили, в какой бы ситуацию не попали, что они это могут. Вот это будет антина грязь с головой. Когда они попадают в какую-то новую ситуацию, у меня одна, моя ученица, она врач, вроде, она смотрела ваши ролики, читала мои посты у меня на странице, потом приехала ко мне, встречались, все у нее пошло вроде ровно. Она много лет занимается спортом, когда-то занималась даже боевыми, искусствами, бегом занимается. И тут вот в прошлом году она попадает в эту, заболела ковидом. Ну, там осложнения были, слабость очень сильная была. И она говорит, я не могу тут до кухни дойти тяжело, а хочется так вот бегать и так далее, солнце на улице. Зима была, и погода хорошая. Я говорю, ну, раз не можешь сейчас, ну, как спортсмены восстанавливаются, рассказали. Лежа в постели, представь, что ты вышла, побежала, погоду все это и так далее. А микродвижение мы с тебе нагрузку дадут нужным, которым надо. По карте будешь это все представлять. Она перезвонит, ну, так прекрасно, так хорошо. То есть, по существу получается, когда мы с тобой, Олег, обучаем людей навыкам ключа, они уже умеют это делать, но иногда под сильным стрессом забывают об этом, что они это могут. Теряя ситуацию, попадают, и некоторые, некоторые есть, специально экспериментируют в разных ситуациях, а некоторые вот, ну, в обычной жизни привыкли, и все, чуть новое появилось, они пугаются поначалу. А теперь у них есть ресурс, и они его сразу включают. Ну, правильно, правильно. А что ты хотел новое сказать? Ты же тоже изобретаешь на основе ключа какие-то приемы, да? Да, честно говоря, вот, понимаете, вот вы нам тогда столько дали, вот в Махачкалу, когда я к вам приехал, ну, первые недели, там же мы, по-моему, три недели занимались у вас, а на первой неделе, к концу недели, я думаю, а что же нам еще будет говорить? Вроде все уже понятно. А там еще, 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 практически навыки и так далее. Много дало. Потом я еще к вам приезжал два дня. После Беслана я к вам приезжал, когда вы вернулись в Беслана. А сейчас меня волнует даже не столько приемы, сколько как это распространить. Ну, как у тебя получается там распространять? Ты там в государственном учреждении работаешь или у тебя свой цикл? Я работаю в таком государственном учреждении, я оформился как самозанятый. Понимаете, думал-думал и пришла мысль. Плюс то, что мы же еще у вас, когда в центре в Махачкале были, с детишками работали. У меня был опыт работы с детьми, но там родители приводили. Но ведь вот сейчас школы выпускают 9-й, 10-й класс, 11-й класс. Там же бешеный стресс у детей. Ну, много чего. Помимо школы еще и взаимоотношения со сверстниками, девушки, парни, выбор жизненного пути. Ну, то есть очень много наваливается на неокрепшие мозги. А думал, как вот выйти на них. Пытался предложить системе образования нашей областной отписки. А потом пошел другим путем. Думаю, если выходить на детей в школах, допустим, в принципе, планировать это, то все равно надо сначала чтобы педагоги умели. Потому что если дети начнут что-то уметь, а педагоги не знают, о чем речь, но это несерьезно. Они наоборот должны подсказывать в чем-то. Вышел на психологов нашего города, школьных, участвовал в их там у них был вебинар, они тоже все в карантине, то есть дистанционно в основном общаются, редко встречаются лично. Заинтересовались. Ну вот, знаете как, заинтересоваться, заинтересовались, а когда говорю, давайте практически начнем, ой, вы знаете, у нас тут подготовка к экзаменам, у нас проверки у нас, то есть все, 5-е, 10-е, некогда. Я говорю, как раз для тех, кому нет, не понимают. Ну, трудно понять, пока не воспользоваться. Ну, пока вот думаю продолжать в этом ключе. Понятно, понятно. Ну, мы в школе с этим. Как? Сейчас в московских школах каких-то еще осталась вот эта практика ключа, которую раньше владели? я не знаю у кого что осталось, вот я вчера только разговаривал с девушкой, она спортивный психолог, очень талантливая девушка, которая работает с детьми, маленькими детьми, я сказал, мы не можем с маленькими, маленькими, а только со школьного возраста, там, с первого класса, там, и 14 лет, и 16, она говорит, у меня такие тоже есть, я говорю, давай мы так сделаем, она у меня как специалист готовится, мы с ней беседовали, она очень талантливая, я так чувствую, что можно с ней поработать, что она действительно это понесет правильно, не будет трансформировать ни в какую другую диктаторскую систему, я их отбираю, чтобы они не манипулировали этими приемами, в чем, почему я тогда в 91-м вас искал, нашел и приехал, когда я взгляд увидел, программу, и когда я увидел вас, первое, что меня в этом поразило, это человек учится управлять собой сам, никаких внешних навязаний, диктаторских чтобы диктата не было, потому что у меня тетенька была из Ленинграда, настолько мне выносила мозг, как говорится, тем, что она у меня когда-то обучалась, когда-то, еще раньше, потом она делала так неправильно, она говорит, ну давай вызывай, давай вызывай, давай разводи руки, человек не может сделать, она говорит, сейчас я тебе дам по заднице, и ты сразу сморешь, и таким диктаторским способом, ну такая дура, я ее выгнал в конце концов, у нее свои проблемы, она на детях, я поэтому очень тщательно отбираю, кого как специалиста готовить, чтобы он потом с детьми, со взрослыми очень так демократично, как диалог, чтобы вот так вот он, нормально, чтобы нормальным человеком был, поэтому в первую очередь для специалистов большой отбор, очень скрупулезный, я тебе знаешь, что хочу предложить, вот мы с ней разговаривали, Адаме, которая вот спортивные психологи, занимается там и спортом, и детей обучает, и других, мы с ней договорились таким образом, что она соберет там допустим просто свой по зуму соберет группу детей от 10-11 класса и чуть повыше, мы с ней вместе проведем одну группу, она посмотрит как это делается, потом сама дальше будет продолжать, потом будет присылать мне на видео как она с ними занимается, а я буду ей отмечать вот там ошибка или здесь дополнить надо, и таким образом мы с ней будем продвигаться вперед, я вот чувствую, что она сможет именно нормально, именно хорошо, вот с такой вот фактической, да, то есть от человека зависит, я думаю, давай, может, мы с тобой тоже так попробуем один раз, ты собери этих детей, один раз мы проведем, ты делай, что на них еще выйти надо, в школах директора пока нам сверху бумагу не дадут, мы никого в школу не пустим. Ну, может быть, если сами школы не готовы к этому, во-первых, ты им скажи, что это уже в учебнике для десятых, одиннадцатых классов, во-первых, это официально, во-вторых, что если они, школьные директора слишком заняты вникать в тему, о чем идет речь, то, может быть, ты их самих, этих подростков соберешь, может быть, там есть какие-то возможности выступить. это опять надо где-то, я со спортсменами пробовал, тренерам интересно, пацанам нет, ну, так пацанам-то нет, пацанам-то нет, почему? А потому что, ну, один у меня такой был, я вышел на бойцов, как это, универсальный, универсальный бой, там, мальчишки ведет тренер, ну, как-то показал им, вроде им интересно, но тренер говорит, ну, опять, какие-то деньги все равно платить придется, небольшие, а ну, они пока идут на физике, на чистку, вроде у них получается, ну, и не надо, а то, что проблемы, они не понимают пока, ну, надо с более серьезными, ну, там мальчишки совсем были. А вот смотри, смотри, Олег, если бы к нему из Америки приехал чемпион мира по боксу, вот поэтому, они бы пошли? Не знаю, если время есть, я вам могу одну историю веселую рассказать. Ну, скажи. У меня в Орске еще там каратисты были знакомые, они мне, ну, устроили мы выезд на фурбазу с их ребятами, значит, и так далее. Начали вроде, я им попытался теорию, я смотрю, а их разморило, лето, солнышко, они на матах упали, их сон клоунки. Я говорю, тогда вставайте. Начали по стеклам ходить, начали на стульях лежать, как бревно, и так далее. Все получается, все прекрасно, всем весело. Ну, и походу, я им показал, как можно стакан забивать. Ну, кто хотел, попробовал. Больше всех понравилось тренеру самому. Вот, прям, надо же, как я могу. А через несколько лет он ко мне приходит и говорит, ты знаешь, как ты мне помог. Была тяжелая финансовая ситуация, и тут попадает где-то в Норильске, там, на северах, объявили конкурс на тренера для мастер-класса, показать для ребят-каратистов. Ну, родители деньги сбросились, кого выбрать. И вот они там объявили типа конкурса, ну, он вроде откликнулся, полетел. Полетел простуженный, полетел, значит, через Москву, там, с пересадками, прилетел, спина болит, говорит, сидят мужики, богатые мужики, в кафе сидим, я им начинаю рассказывать, говорит, какой у меня дан, какие у меня тренеры, где я там в Китае занимался, где я там в Японии занимался, какие учителя. Они на меня смотрят, ничего не понимают, им эти ни имена, ни эти пояса, ни о чем не говорят. Уже несколько человек таких, как он, посмотрели. Они говорят, ну, ты можешь показать нам, вот, сказать такое, чтобы мы поняли, что именно с тобой надо заключить договор. Он говорит, я сижу, ну, все, зря слетал, деньги потратил, все это самое, еще больной. И, говорит, сижу, смотрю на столе, эти стаканы стоят, я, говорит, взял так стакан, говорит, откусываю, говорит, даже не знаю, что вам сказать. Он говорит, все, мы с тобой. У меня тоже так было, слушай, я это рассказывал академику там или кому-то, как важно саморегуляцией заниматься, все, он так кивает головой, вроде понимает, а потом я, стакан взял, вот так стал есть его. И сразу он поменялся, и сразу другое отношение. Оказывается, он просто кивал, так что условно, а как увидел это, что я ем стакан, и не ем. Вот такими фокусами, оказывается, это, оказывается, гораздо сильнее на людей действует. Там битые стекла бегают, стаканы едят, ерунду всякую. Ну, вот это же... Это случится чудес, да. Это чудеса в них. Фокусы, ну, вот слушай, вот мы сейчас, сейчас правильное дело с тобой сделали, мы еще раз напомнили, как фокусами такими, простыми, людей увлекают, завлекают, бог вещь куда, и манипулирует. Обычными фокусами я могу сейчас... От сути процесса выводят в какие-то формы, в которых люди потом путаются. И вот они ходят с одного тренинга на другой, а результаты нет. Поэтому понятно, друзья, когда вас кто-то или ваших детей начнет битыми стеклами, там, или стаканы есть, как я раньше всем показывал, что это фокусы, или там еще что-то делали, там человек лежит на полу, нож прямо на живот бросают, и нож прыгивает. Этими фокусами... Это фокусы, просто фокусы, друзья. Поэтому вы разоблачайте эти фокусы, чтобы нашими детьми не манипулировали. Когда объясняешь физику процесса, так сказать, и снимается страх, все нормально. Ну, конечно, конечно. Скажи, Олег, вот ты смотрел недавно у нас ликбез был, что тебе там понравилось? Ты смотрел это упражнение, ты мне что-то писал, мы можем обменяться мнениями, с этим взглядом, то, что мы с Владом придумали. Расфокусированный взгляд? Расфокусированный взгляд, который... Да, остекленевший взгляд, расфокусированный взгляд, собранный взгляд. Но опять, опять вот получается дать вовремя себе остановиться и переключить вектор внимания. На взгляд, на качающийся палец, на солнышко, на на улыбку, на все, что угодно. А, я понял твою идею. То есть, ты имеешь в виду, когда мы в буре стресса находимся, нам надо просто вспомнить, что если мы на что-то переключим внимание и 10-15 секунд будем думать о другом, то у нас напряжение упадет, да? Напряжение упадет, у нас меняется восприятие и ощущения другие поднимаются. Сколько надо, по-твоему, среднестатистически, чтобы внимание было переключенное на что-то? У меня отец старый врач в 62-м году закончил мединститут и он мне как-то рассказывал историю, когда хирург на занятиях говорит, какая должна быть доза наркоза. Они там, кто на килограмм веса, кто на тяжесть заболевания, кто там еще на что-то. Он их выслушал, выслушал, говорит, доза наркоза должна быть индивидуальной. Здесь все зависит от исходного состояния человека. Кому-то надо больше. Ну, вы же нам еще в 91-м году говорили. Начал заниматься и вдруг тебя вышибло. Мало ли, какая-то срочная ситуация требует твоего внимания присутствия. Ну, и бога ради, потом доберешь, когда это, когда появится время. Не обязательно вот эти там 20 или 30 минут или 5 минут вот отдай все и не говоришь, как в час, как это, говорили, по чайной ложке три раза в день после еды. Нет, когда надо, когда надо. Знаешь, чем людей запутали? Людей запутали тем, что когда им рассказывают о нерване или еще о чем-то, просветлении, у людей возникает впечатление, что ты дошел до этого и теперь все. Ты в другом мире и у тебя проблем нету и ты такой весь постоянное нерване, и ты такой мудрец просветленный. Я никак не могу подобрать слова, чтобы объяснить, что это не так, что люди не могут быть постоянно нерваней, потому что жизнь догоняет. Просто человек, который пережил эту нервану, например, у нас на курсах, на занятиях выходили на состояние с помощью разгрузки или подбора радиомоторных приемов, побыли в этом состоянии свободы, то у тебя остается это в памяти, а вот Олег говорит, если сильный стресс, надо просто вспомнить, что ты это можешь. Достаточно немножко отвлечься, переключиться, да, я же могу, раз, и у тебя происходит восстановление этого состояния. То есть самое главное, чтобы мы в каком бы состоянии не находились в памяти держали, как вот на салфетке написали, на стене повесили, ты это можешь закрепить. И вот у тебя стресс какой-то, и такое состояние, ты забыл эти курсы, все забыл, посмотрел на эту салфетку, ты это можешь. Пять-десять секунд задумался, пусть и умысь и на самотек, и вдруг опять в хорошем состоянии. И не только в хорошем, еще и физически поправляются. Опять, мы же привыкли вот, что за таблетку, что за... Ну, Олег, самое главное, чтобы этот ресурс у человека был все время под контролем его воли. Конечно, да. Надо все-таки, чтобы он прошел несколько занятий и получил это состояние, свой опыт, нулевое состояние. Да, да, да. А потом, когда надо, чтобы он мог к нему обращаться сразу, я просто им всегда говорю, что все эти состояния вплоть до нулевого, это же инструмент, это не самоцель, это инструмент для того, чтобы дать время организму на перезагрузку и получить ту цель, которую ты хочешь, а не для того, чтобы там быть. Там, вызывает хорошее ощущение, но у кого-то очень яркий, у кого-то так средний. Были такие у меня, которые, чтобы о чем ни говорили, у них все одно и то. Вот одна говорила, у меня, чтобы о чем ни говорили, я туда погружаюсь, у меня самолет на тайге, и все, больше ничего. а была одна с пневмонией тяжелой, с хронической, она чуть что входит, о чем мы не говорили на занятиях. Она говорит, как только я расслабляюсь, у меня пустыня, песок по колено, я в нем иду, потом обливаюсь. Ну, правильно, у нее хроническая пневмония, организм пытается обострить процесс для того, чтобы он не поднимает температуру. Давай, мы так сделаем. Мы сейчас, нашу беседу продолжим еще раз, потому что мы сейчас в ответ на нашу беседу наберем вопросы, вопросы, в комментах пусть зададут вопросы, что их больше всего интересует в плане метода ключ. Пусть пишут, 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 комменты, пишут, что их интересует, да. Мы все это с тобой проанализируем и следующий выпуск сделаем с ответом на эти вопросы. Хорошо, отлично. Давай, я тебе обеспираю, Олег, да, да. Я очень рад был вас увидеть, так сказать. Я тоже тебя рад видеть, 30 лет не виделись, но потом я еще бывал у вас, но после Беслана ты приезжал, да. Вы слушай, ну, да, я помню, что ты все время маялся, как тебе это внедрять, как тебе это внедрять. Хочется, как вам сказать, как мне один нумеролог сказал, нумерологи занимаются, я пришел к нему, он говорит, нашел разговор, он говорит, ты когда родился, я ему дату рождения называю, все понял, тебе я верю, у тебя идея нести, миссию нести, так сказать, в народ. Ну, вот оно где-то так есть. Давай, до встречи, до встречи. Сейчас я найду куда тут здесь где выключается. На красную. На красную. Да.